МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В национальном парке Зюраткуль сгорел музей и жилой комплекс. В здании ударила молния. Похищенное в дальнейшем сбывали, денежные средства тратили по своему усмотрению. 10 рабочих вывезли порошок для плавления металлов на полмиллиона рублей. В громком деле об убийстве финалистки конкурса красоты из США поставлена точка. Суд Магнитогорска вынес приговор 25-летнему автослесарю, который, представившись покупателем автомобиля, заманил к себе девушку, а затем расправился с ней, чтобы забрать машину. Тело вывез в лес и закопался. Подробности знает наш корреспондент. За решеткой 25-летний Александр Могиленец голову склонил, глаза не поднимает. Видимо, стыдно. Страшно представить на вид. Спокойный мужчина обвиняется в убийстве с разбоем, с применением насилия, а также в похищении документов. Признан виновным по всем пунктам, которые было предъявлено ему обвинение. Значит, по 105-й части 2-й, 162-й части 4-й, 325-й части 2-й. Могиленец привлекался в 2018 году, в ноябре 2018 года, правобережным районным судом и был признан виновным по статье 159-й, мошенничество там к исправительным работам. И в 2019 году, в марте, за присвоение и растрату автомашины, которая была поставлена ему для ремонта. По версии следствия, в июле прошлого года у мужчины возникли финансовые трудности. Тогда он решился на преступление. Нашел в интернете объявление о продаже автомобиля. Позвонил хозяйке, той самой погибшей, Ксении Мецгер. Договорился о встрече. А затем под предлогом осмотра автомобиля позвал девушку в гаражный бокс. Она, не раздумывая, согласилась. Могиленец вооружился кувалдой и ломом. Избил ее, а потом начал душить тросом. Затем спрятал тело в багажнике ее же машины, вывез к Кизильский район и выбросил. Паспорт и другие документы он забрал и спрятал в доме родителей. Отец погибшей девушке рассказывает, после случившегося Могиленец не принес даже извинений. Ни соболезнований, ни сожалений о том, что произошло там, собственно говоря, ни извинений никаких, никто не приносил абсолютно с той стороны. Мы, ни родители, ни, собственно, вот последнее слово уж давали тоже подсудимому. Он сказал, Ваша честь, мне сказать нечего. Абсолютно. И когда ему была предоставлена возможность, значит, принести нам соболезнования или еще что-то, хотя это выглядит странно с его стороны, но тем не менее, он от этого отказался. Ксения Мецгер жила в последнее время в США, вернулась в Магнитогорск, чтобы продать машину. Девушка многократная участница конкурсов красоты. У нее остался ребенок, который сейчас живет с дедушкой и бабушкой. Маму ему заменяет родная сестра погибшей. Вообще такой человек был, ну, очень позитивный, никогда не унывала. С жажды до жизни. Все у нее получалось всегда. То есть многое, что успевала она вот. По решению суда мужчину приговорили к 21 году колонии строгого режима. Также суд обязал выплатить компенсацию морального вреда в пользу отца женщины. 3 миллиона рублей. Не исключено, что могиленец будет обжаловать приговор. Полина Кирсанова, Львира Хафизова, ОТВ. В Ленинском районном суде допросили свидетелей по делу врача-кровопийцы. В зал суда пришли бывшие коллеги лжетерапевта. Они рассказали, были шокированы случившимся, а поддельный диплом Кондрашна не вызывал никаких подозрений. В зал суда Бориса Кондрашна привели в наручниках и под конвоем. Заседание по делу проходит в закрытом режиме. Журналистов в зал суда не пускают. Ведь рассматривается вопрос о принудительных мерах медицинского характера. На заседание пришли три свидетеля. Специалист по кадрам, заместитель главврача больницы, где работал подсудимый и завотделением. Суду пояснили, Борис Кондрашн во время работы никаких подозрений не вызывал. Поддельный диплом тоже не смутил. А характеризовали лжетерапевта только с положительной стороны. Напомню, почти два месяца в 11-й городской больнице работал убийца, который 20 лет назад признали психически нездоровым. Выйдя из клиники после принудительного лечения, Борис Кондрашн осуществил давнюю мечту. Купил диплом врача и устроился в больницу. Когда руководство начало проверять все документы, уволился. После скандала в квартире лжетерапевта провели обыски и обнаружили запрещенные вещества. Мужчине провели психиатрическую экспертизу и выявили заболевание. После исследования материалов дела, Кондрашна могут вновь отправить на принудительное лечение. Переходим к огненному ЧП. В национальном парке Зюраткуль сгорел музей и жилой комплекс. По словам очевидцев, в здании ударила молния. Пожар произошел накануне утром в визит-центре. По словам администрации национального парка, в этот жилой отсек туристы должны были приехать только днем. К счастью, он был пуст. Огонь уничтожил некоторые экспонаты, плакаты, творческие работы гостей и всю мебель. По словам очевидцев, в крышу ударила молния. Огонь потушили. Точные причины выясняют сотрудники МЧС. Напомню, месяц назад произошел пожар в национальном парке Таганай. Там полностью сгорел музей природы, который пополняли несколько десятков лет. Среди экспонатов был и осколок Челябинского метеорита. Все оказалось уничтожено пламенем. Едкий черный дым напугал челябинцев. В поселке Тарасовка произошел крупный пожар. Загорелась трансформаторная подстанция. Черный столб дыма очевидцы наблюдали из разных районов города. В воздухе чувствовался запах горелой резины, рассказывают жители. По данным МЧС, в поселке Тарасовка загорелся трансформатор. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Насосная станция не пострадала. Огонь на нее не успел перекинуться. После пожара жители Курчатовского и Калининского районов столкнулись с перебоями в подаче горячей и холодной воды. Позже воду включили. Точные причины пожара выясняются. В садке задержали 10 человек, укравших с предприятия порошок для плавления металлов. По данным полицейских, вывезенные материалы они продавали, а деньги тратили по своему усмотрению. Эти кадры задержания тех самых подозреваемых в хищении. Оперативники застали их прямо на рабочем месте. По данным полицейских, 8 ранее несудимых и двое судимых мужчин на протяжении некоторого времени вывозили с предприятия порошок для плавления металлов, а затем продавали его, обогатились более чем на полмиллиона рублей. В отношении 10 подозреваемых в возрасте от 26 до 47 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до 6 лет. Добавлю, один из задержанных уже отправился на время следствия под стражу. Остальные фигуранты уголовного дела под подпиской о невыезде. На Южном Урале при странных обстоятельствах пропала десятиклассница. 16-летняя девушка приехала из Красноярска к отцу и бабушке в МИАС. В день исчезновения школьницу оставили дома одну, родственники были на даче. По данным правоохранителя, 18 июля девушка собрала вещи и уехала в садку на попутной машине. На связь больше не выходила. К поискам подключились следователи, полицейские и волонтеры. Сейчас стражи порядка ждут звонков от тех, кто может знать местонахождение девушки. Смертельное ДТП в Челябинске автоледи задавило пешехода, который шел по обочине. А в тракторозаводском районе легковушка протаранила троллейбус есть пострадавший. Подробнее об этих и других дорожных ЧП расскажет Константин Гришенков. Страшное ДТП произошло на улице Центральной. Автоледи за рулем Киев в темное время суток сбила пешехода. Водитель автомобиля Киа Спектра, девушка 93-го года рождения, совершила наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, женщина 74-го года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Известно, на одежде пешехода не было светоотражающих элементов. Сейчас точные обстоятельства выясняются. Магнитогорск, улица Вайнера. Пьяный водитель-бесправник сел за руль отечественной легковушки и сбил пешехода. 78-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии жительница Южного Урала скончалась в больнице. Страшная авария в Ашинском районе. 59-летний мужчина за рулем Лады Калины выехал навстречу и столкнулся с «Газелью», а также попутно задел «Вольво». От удара «Газель» вылетела на полосу встречного движения и протаранила «Опель» и грузовик, а затем легковушка вылетела в кювет. Обошлось без погибших. Всех пострадавших с разными травмами доставили в больницу. Челябинск, тракторозаводский район. На пересечении улиц Мамина и Бажова столкнулись легковушка и троллейбус. По предварительным данным, иномарка не уступила дорогу общественному транспорту. Известно, что в троллейбусе было много пассажиров-дачников. По предварительным данным, пострадали 4 человека, все пенсионеры. Их госпитализировали. Состояние челябинцев стабильное. Точные обстоятельства ДТП выясняются. Константин Гришенков, ОТБ. Жители Трехгорного засняли на камеру мобильного телефона необычное природное явление. В городе заметили смерч. Вот те самые кадры. В небе необычное облако, напоминающее смерч. Жители предположили, это может быть испарение после дождя. Просто облако приняло странную форму. Другие же утверждают, это настоящий смерч. По их словам, он может образовываться как с туч, так и с земли. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Эльвира Хафизова. Увидимся на телеканале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова